Сейчас это один из самых красивых районов Владивостока. Архитектурные памятники, модные магазины, дорогие кафе, фонтаны и целая улица для пешеходов, заполненная в выходные отдыхающими и туристами. Даже не верится, что еще 120 лет назад здесь были трущобы, населенные китайцами, уголовным сбродом и представителями социального дна. Знаменитую Владивостокскую миллионку начали застраивать в конце 18 века. Тогда это была глухая непрестижная окраина. Первыми здесь появились китайцы. Подданным Поднебесной разрешили торговать на Семеновском Покосе. Там, где сейчас стадион «Динамо», появился рынок, а рядом поселение торговцев. Сначала это были фанзы на небольшом пятачке между улицами Пекинской, современной Фокина и Семеновской. Позже традиционные жилища сменились каменными домами, а китайский квартал разросся. Трущобы потянулись корейцы, японцы и русская беднота. К этому времени за районом прочно закрепилась репутация криминального. Законы Российской империи здесь не работали. Миллионка жила по своим правилам. Район был заполнен притонами, игорными, ипубличными домами, складами контрабандных товаров и заведениями для курения опиума. Попытки царской полиции навести здесь хоть какой-то порядок закончились полным крахом. Еще одной особенностью миллионки была огромная плотность населения и страшная антисанитария. Вспышки заразных болезней здесь были привычным явлением. Тиф и холера проникали в город именно отсюда. На миллионке можно было жить годами, не покидая ее пределов. Здесь было все необходимое – лавки, закусочные, мастерские, бани и даже театры. Веселая жизнь квартала закончилась в середине 30-х годов. Иностранцев выселили, преступников посадили или расстреляли. О миллионке до сих пор ходят легенды. Одна из них повествует о предприимчивых купцах, закопавших где-то свое золото в период нестабильной политической обстановки. Надежда найти эти сокровища не оставляет некоторых местных жителей и по сей день. Список улиц Владивостока – один из первых документов, сохранившихся в историческом архиве. В 1881 году значилось 56 названий. И хотя в наше время некоторым улицам вернули старые имена, многие самые первые исчезли навсегда, еще в позапрошлом веке. Улица Госпитальная стала Пушкинской. На название улиц влияло географическое расположение, историческое событие или просто ассоциации. Сохранила свое историческое название улица Фонтанная. Существует легенда, что когда-то здесь били подземные ключи. В начале 90-х годов прошлого века с созданием комиссии по топонимике многим улицам вернули исторические названия. Задачу этой комиссии входил взвешенный подход к переименованию, не к переименованию, а к восстановлению тех или иных улиц. Было возвращено название улицы Алиутской. Эта улица была названа в честь шхуны Алиут, которая производила изучение южных побережья Дальнего Востока и команда которой прорубила одну из первых просек в этом посту. Улицы Полога вернули первое название 13 лет назад. За всю историю города оно менялось дважды. В столетний юбилей Отечественной войны 1812 года она стала Бородинской, а в советское время ее переименовали в Меньжинского. Вывески со старыми названиями сохранились и до наших дней. В конце позапрошлого века на Пологой жили преимущественно японцы. На месте епархиального управления до 1902 года был пустырь, а само управление до этого располагалось на квартире у одного из протеереев. Здесь как раз размещалась прежде всего канцелярия, архив нашей епархии. Сама резиденция архиерея епископа Евсевия, она находилась не здесь, она была на Седанке. Там, как вы знаете, архиерейское подворье построено было. А вот здесь в этом здании, в этом трехэтажном здании была размещена консистория. Здание по соседству тоже памятник архитектуры. С 1871 года это особняк крупного предпринимателя, купца Иоганна Лангелетье. В начале прошлого века хозяин продал дом инженеру Суворову, а в советское время это был муниципальный жилой дом. Сейчас здесь валютная биржа и общество защиты памятников. Лангелетье были выходцами из Западной Европы. Они содержали целую сеть магазинов и снабжали весь Дальний Восток строительными материалами. Но семья занималась не только бизнесом. Их дом был своеобразным культурным центром Владивостока. В этом доме проходили очень интересные творческие вечера. Здесь собиралась элита города Владивостока. И военные, и ученые, и следователи, предприниматели. И проводились поэтические музыкальные вечера, проводились аукционы, ярмарки, продажи картин. В советские времена дом знаменитого купца буквально превратился в муравейник. Его поделили на 18 квартир, в каждой из которых жила семья из нескольких человек. Со временем стены исторического здания начали разрушаться. Перенес дом и несколько пожаров. Сейчас здесь планируют сделать музей, посвященный известным историческим персонам, жившим во Владивостоке. Главная улица города Светландская три раза меняла свое название. Вначале была Американской, потом Светланской, в годы советской власти она была Ленинской. Своё настоящее название она получила в 1873 году в честь визита великого князя Алексея Александровича. Во Владивосток он прибыл на фрегате Светлана. Возникла улица уже в первые годы существования Владивостока. Правда, вначале будущая главная магистраль выглядела, как лесная просека с северного берега Золотого Рога. В том месте, где сейчас находится главная площадь Владивостока, до революции располагался центральный городской сад. По выходным здесь играл оркестр, гуляли парочки. В будние няньки катали в колясках малышей, бегали гимназисты, а по вечерам шептались влюбленные. Этот сад, переделанный позднее в сквер, существовал и в советские времена. Только в середине 60-х он был снесен в связи с постройкой памятника борцам за власть советов. Появление на свет этого дома в городе было ожидаемо. Свою интригу внесла реклама. Она гласила, на углу Светландской и Оливудской сооружается новое большое здание, в верхних этажах которого будет помещаться отель «Централь» с обстановкой, затмевающей все существующие отели. История самого «Золотого рога» начинается в 1867 году. Здесь стояла двухэтажная гостиница с рестораном. Затем к нему был пристроен театральный зал на 350 мест. Это был первый театр города. Новый кирпичный корпус магазина «Кунста и Альберса» начали строить в 1882 году. Это было первое каменное многоэтажное здание. Облицовочный кирпич для него везли из Гамбурга. А этот дом продолжил традиции национальной русской архитектуры. Сейчас его знают как главпочтам. Впрочем, его предназначения, так же как и облик, не поменялись. Разве что усовершенствовались. Почтовый переулок, словно скрытый от посторонних глаз за Светландской улицей, на самом деле пользуется большой популярностью. У этого переулка, который раньше почему-то назывался Содомским, богатая история. Пожалуй, один из самых старых в городе – вот этот дом номер 5. По приблизительным подсчетам ему около 120 лет. В его древних стенах было написано несколько тысяч писем о Владивостоке. Элеонора и Прей. Эта женщина жила в доме на почтовом переулке в начале 20 века и была влюблена во Владивосток. А построил этот двухэтажный дом с видом на золотой рог в 80-х годах прошлого века американец Чарльз Смит. Жажда приключений привела его сначала на Камчатку, где он успешно торговал мехами, и довольно быстро сколотил неплохое состояние. Перебравшись во Владивосток, Смит построил собственный большой дом и открыл на первом этаже магазин, где можно было приобрести всевозможные американские товары – револьверы, граммофоны, велосипеды, пишущие машинки, шоколад, консервы. Сейчас в этом доме 15 квартир. Многие семьи живут здесь по три десятка лет. Историю своего переулка знают почти все, но лишь в общих чертах. Конкретно я историей не интересовалась. Почему? Потому что я обращалась к краевой архив, как-то мне хотелось узнать, но документов конкретно по пятой квартире, не сохранилось. Единственное, что информацию давали именно по первой квартире, где проживал Шмидт. Вот все, что сохранилось. Нынешние жители до сих пор удивляются качеству капитальных стен этих домов. Они могут выдержать ни одно земледресение и даже атаку водной стихии. Но тем не менее время берет свое. Крыши столетних зданий постепенно разрушаются и требуют основательного ремонта. На помощь жителям пока никто не приходит. Они сами стараются поддерживать этот исторический переулок в его первоначальном виде. В принципе, тут мы ничего не изменяли, потому что, так как это архитектурные памятники, разрешение на то, чтобы что-то достроить или изменить, нам разрешение не дают. Как оно есть в первоначальном состоянии, только единственное, что мы поддерживаем как можем. В состоянии этих зданий. Вот этот жилой фон, как его сейчас называют. Этот район – благодатное место для художников. 20 лет назад известный приморский художник Василий Рещук написал около десятка картин, посвященных почтовому переулку. Говорит, это место слишком запало в душу. Много лет ходил мимо него на работу. Работал над картинами год. За это время изучил практически каждый запуток переулка. Сейчас в личной коллекции осталось лишь четыре полотна из этой серии. Остальные в Америке и в Японии в частных коллекциях. С тех пор почтовый переулок изменился, говорит Василий Рещук. Былую панораму центра Владивостока перекрыли многочисленные крыши новостроек. Владивостокский фуникулер – уникальное сооружение. Подобный вид транспорта есть только в двух городах России – в Сочи и у нас. Буквально за полторы минуты он поднимает своих пассажиров на 214 метров над уровнем моря. История фуникулера началась в 1962 году. Тогда в Владивостоке было лишь около 300 тысяч жителей. И проблем с транспортом не возникало. Но гористая местность затрудняла возможность добраться в расположенные на совках районы. Одно из таких мест – Голубинная пать. По просьбе горожан первый секретарь крайкома партии Чернышев распорядился построить в этом районе фуникулер либо эскалатор. Остановились на первом более дешевом варианте. Механизм для будущего фуникулера заказали в Донецке. Вот уже более 40 лет по рельсовой дороге на канатной тяге входят взад-вперед два вагончика грузоподъемностью в 36 тонн. За одну смену, а смена была 17 часов, фуникулер перевозил 12 тысяч человек. И несмотря на то, что мало людей в городе было, то за год перевозили 4 миллиона человек. За время своего существования фуникулер сильно разрушился. Почти 4 последних года эти вагоны стояли без действия. Но ко дню города жители получили в подарок обновленный фуникулер. Всего 2,5 месяца понадобилось для того, чтобы сделать капитальный ремонт зданий и полностью восстановить вагоны. Помимо того, что это следствие передвижения, так еще здесь открывается отличная панорама города. Многие гости Владивостока специально приезжают прокатиться на фуникулёре и посмотреть с высоты на столицу Приморья. Ваш сам город довольно-таки отличается от Комсомольска. Очень интересный. Весь такой неуравновешенный, или как это сказать, верхний. Сам город фуникулёр, вот можно так назвать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова